Всем привет! Вы на канале LoudSound и это рубрика Громкие новости. В этом выпуске вы увидите итоги двух финальных этапов Раски и Эмма, радиоактивную восьмерку и топовый SKU проект с отечественным процессором. А мы продолжаем рассказывать вам о событиях, которые проходят на соревновательных площадках. И на этот раз сразу два соревновательных формата подошли к своему заключительному концу на этот год. 8 сентября в городе Казань состоялся финал формата Раска. Площадку посетило действительно огромное количество как зрителей, так и экстремально громких, круто звучащих и тюнингованных автомобилей. Из громких нельзя не упомянуть о черекесе команды R2V, построенной на железе Pride шестью сабами S515, тремя усилителями 25К и девушками на крыше. Также на этапе участвовал всем уже нам знакомый из прошлых выпусков Hulk Studio Arzamas. Ну, вы поняли. Фолькс Кэдди на Дэвбонсах. Нива Лаут Саунд, которая, кстати, стала двухкратным чемпионом России. Тренашка от студии Bass Security с резом в 158+. И обновленный Хаммер Тёмы с новыми сабами Дэвбонс, обзор про который сделает Саша, как протрезвеет. Кстати о победах. В сложном формате бас-боксинг, где участвуют поистине сильные тачки, встретились друг с другом Альмера Андо и Опеля Мега Вадима Коха. Для понимания скажу немного о самой дисциплине. Финальные раунды делятся на три замера, где подряд под 30 секунд на разных музыкальных треках, так же как и на квалификации, меряется среднее значение. Первый замер – полностью закрытое авто. Второй – одна открытая дверь. И третий – две открытые двери. Как мы видим по самой таблице замеров, первый рез у Альмеры был выше Омеги – 163,4 против 161,8 дБ. Но вот последующие результаты Альмеры по техническим неполадкам сильно упали вниз – 164,6 против 145 и 159,3 против 141,9 дБ. Тем самым Опель стал чемпионом России в данном классе. Надо отдать Вадиму должное с показателем такого сильного результата. Кстати, на квалификации Омега показала отличный рез – 165,5 дБ. Но к этому проекту мы ещё вернёмся. Помимо громких проектов, так же финал по стилю автомобиля с направлением SQ – качество звучания. И вот на одном из них мы остановимся поподробнее. Это проект Разбакова Ильи – Honda Cervi 1998 года выпуска, который был привезён из Японии во Владик в 2007, куплен и отправлен на поезде в город Чебоксары. Долгое время автомобиль не эксплуатировался и хранился в гараже. Но уже в 2014 году совместно с другом Кириллом начался первый этап постройки музыки. Тогда же и было выбрано направление SQ. За всё время в автомобиле было перебрано много компонентов и различных конфигураций установок. Давайте же остановимся на конечном инсталле, ведь сама система выполнена на серьёзном уровне, где вымерен каждый миллиметр и применены различные экзотические материалы, что характерно SQ-шным проектам. Не зря же по всему интернету прошёл мем. Ну потому что подход SQ-шный. Сука! И начнём, пожалуй, с многофункционального фальшпола. Замеры для изготовления пола проводились с помощью электронной системы измерений E-Foto, после чего все детали были изготовлены на станке ЧПУ. Имеются как скрытые отсеки, так и отсек с прозрачным стеклом. Но вот где Илья конкретно заморочился, так это с охлаждением самого пола. На станке ЧПУ были изготовлены каменные короба для пяти вентиляторов. И не удивляйтесь, слово «камень» я повторю ещё неоднократно. Все детали были выполнены по собственным чертежам в одном экземпляре. В самом фальшполу разместился самодельный распределитель питания, где основной частью является дерево, которое интегрировано в камень. В дерево установлены неодимовые магниты и две медные шины. В крышке же распределителя также установлены неодимовые магниты. И имеется надпись с логотипом, выполненный из камня, но других цветов. Поверх фальшпола встал сабвуфер с оформлением ZEA. Короб для динамика также был изготовлен из камня при помощи станка ЧПУ. Для установки динамиков DIN-Audio потребовалось полностью изменить штатные дверные карты. При этом был максимально сохранён вид, приближённый к заводскому, где с внешней стороны пластик был обтянут двумя видами кожи и сделана декоративная красная строчка. Топовые высокочастотные динамики Focal Utopia и среднечастотники Morel разместились в стойках лобового стекла. И для точной направленности излучателей на ЧПУ также были изготовлены элементы из камня. В качестве источника цифрового сигнала служит компьютер, где блок питания и материнская плата разместилась в багажнике. А вот под матрицу экранный сенсор была полностью переделана, перекрашена в чёрный цвет и покрыта под рояльный лак центральная консоль. Сердцем самой системы служит уникальный отечественный процессор CarDSP Velvet, для платы которого был изготовлен корпус из искусственного камня с активным охлаждением. Эх, жалко, что такие инженерно-точные инсталлы в громких системах не применяются. Ведь с первым запуском всё в крах разлетится. 15 сентября в городе Твир закончил свой соревновательный сезон в формат MRC. По сути, состав автомобиля был схож с составом финала Раске, но я всё-таки выделил жёлтую копейку Аладдина на Дэвбонсах. Ты не Аладдин, ты Абу. Шапочка была у Абу. Я помню. Спор, который состоялся между Сашей З-13 и судьёй на то, что по правилам формата во время замера разрешено прикрывать дверной проём фанерным щитком, в итоге получен отказом директором формата. После чего ребята показали результат 155.67 дБ. Правда, после замера судья попросил вне зачётный замер только уже щитком, дабы проверить, стоил ли спор того, и пообещал ребятам, Если полторашку прибавить, я тебе куплю полторашку свет. Рез увидите на экране. Презентация Хаммера Тёмы, или лучше сказать, Угар с исполнением девушек и Лёхи в лице Big Russian Boss, получила сполна, ведь Тёме дали 15 баллов. Ближе к ночи формат завершился награждением, крутым фаер-шоу и танцами медведя с балалайкой. Как и обещал, мы возвращаемся к тачке, которая заняла первое место в финале Раско. Чтоб рассказать более подробно о её истории. Opel Omega 1997 года была приобретена Вадиком в Ижеске, так как достойного варианта у себя в Перми не нашлось. И как оно часто бывает, перед самой работой и установкой аудиосистемы пришлось сначала нехило так попотеть самим авто. Это капитальный ремонт двигателя, замена коробки передач, работа над кузовом автомобиля. В итоге мы видим полноценный исправный Opel, перетянутый в красиво переливающуюся плёнку и на чётких дисках. Изначально автомобиль выступал как шоу-кар компании «Урал». С 12 и 12-шек «Патриот» в оформлении банк по 6-го порядка проект показывал результат 162.5 дБ. Откатав более 10 этапов, ребята принялись готовиться к финалу Раски. Понимав, что машины соперников будут очень сильные, было принято решение в срочном порядке сменить железо. И вот, собственно, на самом финале Opel был представлен уже на 12 сабвуферах серии Т12, третьей версии от компании Pride, двумя усилителями Bass Warrior Quasar Q30 и увеличенным питанием. Хочу подметить, что всё железо покупалось только за собственные деньги. Ну а исход финала и результаты проекта вы уже услышали выше. На этот раз мы расскажем о Ладе Приоре с двумя сабвуферами Pride ST15. Владелец проекта Руслан собирал автомобиль в набережных Челнах. И вот тут кроется фишка проекта. Не один, а с помощью своей девушки Марии, которая, кстати, тоже больна автозвуком и, более того, сама работает в студии. Я представляю, как сейчас просто все б завидовали с Руслану. Ну а о проекте. Состав системы Приоры состоит из двух сабвуферов Pride ST15, питающихся двумя усилителями Апокалипсис 7800. Фронт 4 пары Solo 8 от Ого 2 500, Рупарапи Аудио и ГУ 99 Пионер. Прес, блять. Машина неоднократно занимала призовые места в DB-драк и на данный момент максимальный рез системы составляет 156.7 дБ. Как сказала Мария, низкое авто постоянно ловит взгляды от полиции и после просьбы открыть багажник сразу просят навалить. Наверное, насмотрелись роликов Вали Ван До. Блять! Блять! 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты от крупнейшей ядерной катастрофы отделяла всего несколько секунд. Реактор номер 4 Чернобыльской АЭС, расположенный в Советском Союзе, взорвался. И спустя энное время, из-за экстремально высокого фона радиации, на свет стали появляться различные мутанты. Такие как сами необычайно больших размеров, поросята с человеческой головой. Не понимаю я, чем вызвано данное моноле. И прочие необъяснимые науки мутации. Но помимо живых существ, мутациям подалась еще и техника, о которой мы расскажем поподробнее. Ну а если серьезно, в завершении этого выпуска расскажем об еще одном автомобиле, который за непродолжительное время смог многим полюбиться. Это восьмерка 87 года выпуска, жизнь которую за свои чуть более 30 лет помотала конкретно. Так как со слов Кирилла, владельца проекта, она к нему попала не то что в плачевном состоянии, ей дорога была действительно только в зону отчуждения. Потому что в ней не работало абсолютно все, от слов вообще абсолютно. Двери не закрывались, двигатель компрессию не держал, ну и все в том же духе. Но так и интересней, легких путей мало кто ищет. И вот после решения проблем, необходимых для нормального использования автомобиля по назначению, ребята взялись за саму установку аудиосистемы. Был изготовлен каркас из бруса, который обшит фанерой, установлены 4 Саба Прайта СТ-15 и раскачивает это пока временно 2 уся Прайта Пола. Фронт состоит из 8 пар Соло 8 и 3 пар у паров 3 девятки. Фишкой восьмерки, конечно, послужил ее внешний вид, который был выполнен в стиле с зоной отчуждения. По моему мнению, Кирилл попал прям в точку. А что, и кузов красить не надо, и не запомнить такой проект невозможно. Столько топор чего стоит. Объясните нам, почему топор? Это недовольные слушатели воткнули. Кстати, валит она действительно от души. Я уже успел не охренеть. Ставьте лайки, если этот выпуск вам понравился. Пишите комментарии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Живите громко. Субтитры сделал DimaTorzok